Доступность врачебной помощи и использование современных медицинских технологий. В Якутске проходит 8-й национальный конгресс «Экология и здоровье человека на Севере». В этом году он приурочен к 60-летию Медицинского института СВФУ. Для участия в конгрессе приехали ведущие психиатры, экологи, врачи, профессоры, ученые не только со всей России, но и Канады. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Владимир Варнавский приехал в Якутию из Таганрога. С сентября этого года он работает стоматологом в Аллаиковской районной больнице. До его приезда в больнице полгода не было стоматолога. Больные обходились командированными врачами. Впечатления очень хорошие. Поселок благоустроенный. Пациенты в основном дети. Санации не обеспечены. Немножко надо заниматься этим. Доступность врачебной помощи – одна из главных тем 8-го национального конгресса. Несмотря на то, что в республике подготовка медицинских кадров – одна из самых высоких в России, все же в ряде районов Якутии, особенно на севере, ощущается нехватка узких специалистов. Например, в некоторых районах по 2,5 тысячи, по 4 тысячи человек населения. В некоторых по 25-30. В городе, например, почти 400 тысяч населения. Но, как и 2,5 тысяч населения, они должны снабжены всеми специалистами. Поэтому и возникают очень тяжелые проблемы, нехватки кадров. Практикующие врачи из районов республики тоже принимают участие в Конгрессе. В первую очередь, они здесь повышают свои знания, узнают о новых методах лечения и профилактике основных заболеваний. Опытом, который сельский врач сможет применить на деле, делятся почетные гости Конгресса. Я буду рассказывать о своем опыте использования инсулиновых помп. Но это самый продвинутый, скажем так, метод лечения сахарного диабета в случае необходимости введения инсулина. То есть самый продвинутый метод инсулинотерапии. Это небольшое устройство, которое позволяет постоянно подавать подкожно инсулин. И, подбирая режим, можно максимально близко приблизить его поступление к физиологическому. То есть тому, которое бывает, когда у человека нет диабета. Работа 8-го национального конгресса продлится до 18 ноября. Программа включает самые разные мероприятия. Это олимпиады, мастер-классы, научно-практические конференции, доклады, где обсудят актуальные вопросы педиатрии, травматологии, стоматологии и других медицинских направлений.